В городском Доме культуры прошло самое грандиозное неформальное событие года – муниципальный этап Краевого фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер-2017». На Кубани он проводится с 2006 года. За это время фестиваль дал путевку в мир творчества тысячам юных талантов. Затем, как на славянском небосклоне, зажглись новые звезды в репортаже моих коллег. Ставший традиционным Краевой фестиваль современного молодежного творчества стартовал уже в 12-й раз. Каждый год он даёт возможность молодёжи со всего края проявить себя в разных неформальных жанрах – от брейк-данса до диджеинга. Фестиваль был создан для того, чтобы объединить разные творческие взгляды молодёжи в один общий фестиваль, назвать его «Свежий ветер». Вот сегодня мы традиционно проводим. Время течёт, время меняется. Сегодня новое поколение молодых, талантливых ребят приходит. Старшие ребята уже давно занимаются либо в большом творчестве, либо занимаются семьями. Создали свои семьи и растят детей. Поэтому сегодня мы посмотрим на свежие силы, скажем так, и оценим этих ребят. Этого события с нетерпением ждала вся творческая молодёжь нашего района. Все, кому от 14 до 30 лет, показали своё мастерство на сцене городского Дома культуры. В фестивале участвовали представители самых разных направлений – рэпа, рока, битбокса, брейк-данса, диджеинга. На сцену выходили как сольные исполнители, так и группы. Для многих фестиваль – не просто конкурс, а стартовая площадка на пути к большой сцене. Появилось новое вдохновение, что надо дальше продолжать развиваться в этом направлении. И буду дальше продолжать писать песни. Роман Закиров занял первое место в номинации «Рэп-соло». Он, а также победители в других номинациях отправятся на краевой этап фестиваля, который пройдёт в мае в городе Краснодаре. Тысячи представителей неформальной молодёжи будут состязаться за право называться лучшими в своём направлении, а также постоят за честь своего района. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова